Улица Симбирская вновь в центре внимания. Накануне там произошла еще одна авария и снова есть пострадавший. Как убедился наш корреспондент Дмитрий Зайцев, это далеко не единственная в Саратове аварийная улица. Череда аварий в Саратове продолжается. Снова в оперативных сводках улица Симбирская. Напомню, 16 июня водитель КамАЗа с прицепом не справился с управлением и протаранил сразу несколько автомобилей. В больнице тогда попали 24 человека, 3 пассажира 13 модели Жигулей и проходившие мимо пешеход погибли. Вчера опять же на улице Симбирской на пересечении с Большой Горной столкнулись Опель и микроавтобус Соболь. Пострадали трое мужчин и две женщины. У молодой девушки 22 лет. Диагноз черепно-мозговой травмы снят. У нее ушибы мягких тканей предплечья. Она сегодня выписана домой. И пациент 73 лет. Его состояние удовлетворительно. Диагноз у него сотрясение головного мозга легкой степени. По одной из версий в аварии виноват водитель Соболя, который грубо нарушил правила. Схожее ТТП, кстати, произошло вчера в половине восьмого вечера. КамАЗ наехал настоящий внедорожник Toyota Prado. После столкновения грузовик вылетел на тротуар и врезался в стену многоэтажного дома. В аварии пострадал 46-летний водитель большегруза. Сотрудники городской службы спасения извлекли его из покорежной кабины с помощью гидравлического оборудования. С травмами различной степени тяжести водитель был доставлен в больницу. По словам сотрудников городского ГИБДД, предотвратить подобные аварии практически невозможно. На каждый перекресток инспектора ДПС у нас возможности нет такой поставить, чтобы где-то как-то, увидев инспектора, водитель был более дисциплинированным и выполнял требования дорожных знаков. Я говорю, это в первую очередь дисциплина самого водителя, который будет выполнять все требования дорожных знаков и всех знаков дорожной разметки и быть взаимовежливыми на дороге. Мы побывали сегодня на той самой улице Симбирске, где накануне произошла авария. Водители там как не снижали скорость, так и не снижают. Некоторые откровенно нарушают. В общем, шокирующие трагедии, которые происходят на опасных участках областного центра, мало кого заставляют задуматься. Дмитрий Зайцев о череде аварий на саратовских улицах.